Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем наши регулярные выпуски Камчатка день за днём, в которых я рассказываю о том, что происходило в эти дни различных лет века минувшего на полуострове. Эти выпуски я готовлю на материалах старых документов и не менее старых газет в основном советского периода. И, Боже, вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Сегодня я расскажу о том, что творилось на полуострове с 9 по 16 ноября различных лет 20 века. Итак, мы приступаем к нашим увлекательнейшим краеведческим изысканиям. 9 день ноября 1919 год. Газета «Камчатский Вестник» публикует объявление. Это объявление рассказывает, что в этот день, 9 ноября 1919 года, в Народном доме Петропавловска на Камчатке любителями из общества просвещения будет поставлена комедия в двух действиях «Домовой шалит». В постановке участвуют госпожи Дьяканова, Кадылева, Коновалова и Ленская, господа Барвинской, Полтовец, Ткаченко и Сибиряк. Кроме того, в этот же день и там же на сцене Петропавловского народного дома будет поставлена шутка в одном действии «Трюк для тёщ», сочинённый Гиршфельдом. Начало в 8 часов вечера. Билеты, сообщается в объявлении, будут продаваться в Народном доме в день спектакля с 3 часов дня. Режиссёр Ходылев, распорядитель Козырев. Красиво, эстетично. День следующий. Десятый день ноября 1971 год. Газета «Корякский коммунист», когда-то называвшаяся «Корякским большевиком», а теперь носящая глупое название народовластия и выходящая по сей час в столице «Коряки» и «Полане», пишет про детскую комнату милиции Карагинского районного отдела внутренних дел. Статья называется «Призвание». Газета пишет. Районный совет депутатов трудящихся выделил для детской комнаты целую секцию в жилом двухэтажном доме. При детской комнате СДОС создан совет общественности в количестве 17 человек. В совет входят учителя, воспитатели, рабочие строительных организаций, рабокомбината и других предприятий. С полными текстами документов и газетных публикаций, использованных в выпуске «Камчатка. День за днем», я каждый раз это напоминаю. Для вновь пришедших зрителей можно познакомиться на моем канале сервиса «Яндекс.Зен» по ссылке в описании под роликом. Канал так и называется «Камчатка» с Александром Петровым. Ссылка внизу. Это точно. А мы продолжаем наше чтение. День следующий. 11 день ноября 1923 год. Газета «Полярная звезда» сообщает, что во флигеле номер 3 Красного городка состоялось открытие Красного уголка Красноармейца. Выступающие ораторы отметили цель, задачи и необходимость Красного уголка как место отдыха и разумного развлечения Красноармейцев. По окончании речей, пишет «Полярная звезда», был устроен ужин, во время которого некоторые из граждан и военных выступили с анекдотами и рассказами на злобу дня. Затем танцы под струнный оркестр. В общем, вечер прошел с большим подъемом. «Иншава!» «Надо полагать», спрашивает газета, «что этим работа организаторов Красного уголка не кончилась, и зал Красного уголка не превратится в зал для танцулек, как это бывает, а будет вполне отвечать целям и задачам Красного уголка». В этом же номере газеты «Полярная звезда» сообщается, что губернский отдел народного образования открывает в скором времени в Петропавловске первый на Камчатке детский сад, в котором будут получать воспитание дети от 3 до 7 лет, то есть дети дошкольного возраста. «Наша краеведческая машина времени» продолжает путешествие в прошлое. 1936 год, 12 ноября. Газета «Камчатская правда», главная газета полуострова, сообщает, что в Авачинской бухте бросила якорь, матка китобойной флотилии «Алиут», следом за ней прибыли остальные суда флотилии, китобойцы «Авангард», «Энтузиаст», «Трундфронт» и буксирное судно «Блюхер». «Это совсем не то, что нехорошо, это вообще идиотизм, я считаю». Капитан-директор «Алиута» товарищ Дудник рассказывает о случае, когда загарпуниный кашалот вдруг ожил и мощным ударом своего колоссального хвоста отбил кусок лопасти винта у одного из китобойцев. «Но это не точно». Еще раз напомню, что с полными текстами газетных публикаций и документов можно познакомиться на моем канале «Яндекс.Зен.Камчатка» с Александром Петровым по ссылке в описании ролика. Наконец-то вы узнали правду. Продолжаем наши увлекательные чтения. Поздним январским вечером мы на двух нартах пробирались в пастушескую бригаду Корфского оленисовхоза. Шел мокрый снег, и олени с трудом продвигались вперед. Неожиданно привычный посвист восточного ветра нарушил рок от мотора. Спустя несколько минут мы подъехали к меховой палатке, где расположилась бригада пастухов. Так начинается статья секретаря комитета ВЛКСМ Карагинского района Белошова, опубликованная 13 ноября 1963 года в газете «Камчатской комсомолец». «Откинув полок, я вошел в палатку», пишет комсомольский секретарь. Глаза, привыкшие к темноте, резанул яркий электрический свет. На миг пришлось зажмуриться, и тогда за спиной раздалось знакомое «Амто Саша». Это был Алексей Лохтой, заведующий Хаилинской красной ирангой. Далее секретарь комитета ВЛКСМ рассказывает об этом самом Лохтое. День следующий. 14 ноября 1944 года газета «Камчатская правда» пишет об исчезнувшей библиотеке. Вот что мы узнаем из газеты. Книги – золотой фонд советской культуры. Беречь книги, заботиться об их сохранности, – обязанность не только каждого библиотекаря, избача, но и каждого советского гражданина. Однако в селе Паратунка Петропавловского района думают иначе. Если в прошлом году в библиотеке избы читальни насчитывалось более 400 художественных книг, то сейчас их осталось два десятка. Книги растаскивали жители села, наезжавшие в Паратунку курортники и даже сами избачи, которые здесь менялись, чрезвычайно часто. Так, бывший избачка Читков присвоил себе много художественных книг из посылки, полученной избой читальней летом. «Расхищению книг», – пишет «Камчатская правда», – способствует условия, в которых находится избачи читальни. Ее помещение часто используют под другие нужды. Весной здесь яровизовали картофель, сейчас заняли под общежитие. Книги находятся в шкафу с выбитыми стеклами, и брать их может каждый, кто захочет лишь протянуть руку. Болваны, слабаки, педерасы! Что удивительного? Советскому человеку книга не нужна. Советскому человеку Нужна водка и домино. Продолжаем наше чтение. 15 ноября 1920 года вышли в свет правила развозного торга в Камчатской области, утвержденные облисполкомом. Пункт 1. Производство развозного торга разрешается лицам как русским, так и иностранным подданным, не лишенным по суду права на производство торговли. Пункт 2. Лицо, желающее заниматься развозным торгом, обязано выбрать из газначейства соответствующее промысловое свидетельство. Пункт 3. Развозный торг разрешается производить только в селениях и стойбищах оседлых инородцев и местах ярмарок для кочевых инородцев. Пункт 4. Развозный торг в стойбищах кочевых инородцев воспрещается совершенно. Еще раз напомню, что с полными текстами документов и газетных публикаций можно познакомиться на моем канале сервиса Яндекс.Дзен по ссылке в описании. С такими вещами играть нельзя. И последний день, о котором мы сегодня узнаем, это 16-й день ноября 1958 год. Папаня! Что ты делаешь, папаня? Совестью торгуешь! Кричит на сцене мальчик в красном галстуке. Взволнованно следят зрители. Затем, как Павлик, разоблачает предателя отца. И невольно в душе каждого встает вопрос, а я бы сделал так. Ведь я тоже пионер. Это газета. Камчатский комсомолец. 1958 год. 16 ноября. Хороший и нужный спектакль поставил Пионерский театр городского дома пионеров. В Павлике Морозове заняты почти все юные артисты театра и роли, взятые ими по желанию, сыграны от всего сердца. Вот что такое человек... Советская власть воспитывала изменников и предателей. Именно замечательные советские люди, для которых идеал Павлик Морозов передавали своих отцов, матерей, сыновей, дочерей, писали на них доносы. Именно советские люди клялись в любви к своему СССР и в девяносто первом году радостно добровольные с песнями свой СССР предали. Туда ему и дорога. Вместе с КПСС, вместе с ВЛКСМ, то есть с советским НСДАП и с советским Гитлерюгендом. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится, время от времени узнавать, что творилось на нашем полуострове. Если же вы Абрамы, родства не помнящие, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то, пожалуйста, вот по этой подсказке в правом нижнем углу экрана выполните то, что она рекомендует для того, чтобы не пропускать новые видео на канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова